Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале, посвященном семиструнной гитаре. И сегодня я хотел бы записать коротенькое видео, в котором разобрать одну очень важную тему. Дело все в том, что на Медне я получил очень интересный комментарий к одному из моих видео. Комментарий написал Александр. Уж извините, Александр, я не знаю, как вас по отчеству. Тем не менее, комментарий меня очень заинтересовал, потому что эта тема действительно очень важна. И он спрашивает в комментарии, скажите, пожалуйста, Максим, как вы совмещаете семиструнную и шестиструнную гитары? Это действительно интересная тема, и по ней я хотел бы сегодня пройтись. Все дело в том, что по природе я, конечно, гитарист-шестиструнник, а семистрункой стал заниматься уже в зрелом возрасте самостоятельно. Хотя, будучи маленьким ребенком, первое тактильное ощущение, что я получил, это была семиструнная гитара. Старая шаховская семиструнная гитара, которую моя мама взяла у кого-то на прокат для моего старшего брата, для того, чтобы немножко тот приобщился к музыке. Я помню этот инструмент с очень высокой позицией струн, с остальными струнами, и на самом деле она была переделана в шестиструнку, но там было просто семь колков. И уже будучи студентом, я заинтересовался семиструнной гитарой благодаря творчеству Сергея Дмитриевича Орехова. Я никогда не сравнивал эти два инструмента. Вы знаете, что в интернете существуют каналы, где люди чуть ли не с пены у рта доказывают всему миру преимущество одного инструмента перед другим. Я не разделяю этого мнения, я считаю это мнение абсолютно ложное. Послушайте замечательное интервью с Юрием Нугмановым, в котором он в принципе все очень просто объясняет и показывает. Нельзя сравнить с инструментами, которые за собой несут совершенно разные исторический и культурный подтекст. Семиструнная гитара это чисто русский инструмент, а шестиструнная гитара изначально была испанским инструментом. Шестиструнная гитара, она более подходит под испанскую перкусивную музыку. Вы все-таки согласитесь, что какой-нибудь фламенко на семиструнной гитаре не звучит. Просто семиструнная гитара богата другими красками, у нее другая абсолютно палитра звуков и обертонов. А шестиструнная владеет другой особенностью, которой, к сожалению, у семиструнки нет. И поэтому я не буду смешивать семиструнки и шестиструнки, а тем более вносить вражду между двумя этими инструментами. Я считаю, что это неправильно. Так как же все-таки совместить семиструнный и шестиструнный инструмент в одном флаконе, так сказать? Я не дам никому в этом смысле какого-то разъяснения. Все дело в том, что все люди индивидуальны, у каждого свои способности, у каждого свой склад мышления. Но тем не менее, я хотел бы посоветовать всем тем, кто, скажем, от шестиструнки потихоньку движется в направлении семиструнного инструмента, начать учить аккорды на семиструнной гитаре. Предположим, домажорный аккор, который все шестиструнки зажимают так, будет зажиматься так. Это, конечно же, очень тяжело для нашего мозга, чтобы все это запомнить. Тем более, если вы еще играете на сцене для публики в момент, когда у вас возникает волнение и напряжение эмоциональное, чтобы это все дело не растерять. У меня это продолжалось годами. Первый шаг, который бы я сделал на вашем месте, это просто-напросто начал осваивать гриф семиструнного инструмента. Это, опять же, если вы переходите от шестиструнки к семиструнке. Если у вас противоположное движение, если вы играете на семиструнке, и вдруг захотели немножко поиграть на шестиструнке, то можете делать абсолютно то же самое. То есть, осваивать гриф, чтобы все аккорды, которые вы там зажимаете, не требовали большого времени для раздумывания. А как же зажимается оккульт, не знаю, соль-мажор на семиструнной гитаре? Он так или так играется, это небольшая разница. Но, тем не менее, для людей, которые не знакомы с троем торцовым, это большое-большое приключение на самом деле. Да, потом, займитесь гаммами. Семиструнники играют гаммы немножко по-другому, нижние шестиструнники. Если у шестиструнников игра позиционная, вы знаете гаммы Сеговии или Льобета, или даже есть гаммы по аппликатуре Тараги, то у шестиструнки гаммы отличаются. Семиструнники используют очень много открытых струн. Принцип компанелла, то есть, когда гамма играется с открытыми струнами, а при этом остается лежать. Начните также заниматься обращением аккордов, то есть, как можно зажать один и тот же аккорд в разных вариантах по грифу. Скажем, там, Ре-мажорный аккорд, или Соль-мажорный аккорд и так далее. Поэтому универсального какого-то совета я не могу никому дать. Это путь, который каждый должен проделать индивидуально. Существует большое количество книг и самоучителей, где вы можете найти какие-то темы, которые необходимо просто проработать. Просто необходимо проработать. Хочу сразу разочаровать людей, которые переходят с шести на семиструнную гитару. Все дело в том, что как долго бы вы не играли на семиструнке, все равно будет слышно в вашем исполнительском стиле, в манере игры, что вы на самом деле шестиструнник. То же самое я замечаю за собой. Слушая даже мои записи, которые я выставлю на YouTube или делаю на концертах, я могу с уверенностью сказать, да, этот человек, который там играет, он на самом деле шестиструнник, который играет на семиструнах. Это, к сожалению, так. От этого никуда не деться. Это, знаете, как с языком. Если вы выросли всю жизнь, прожили в России, а потом приехали, скажем, в 30 лет в Германию, как бы вы не знали прекрасно немецкий, все равно все будут слышать, что вы с Восточной Европы, потому что у вас будет акцент. Как бы вы его не пытались спрятать. Это неизбежно. Но в этом я не вижу никаких проблем. Лучше уж говорить с акцентом, но говорить. Лучше уж играть на семиструнке, как шестиструнник, но играть, нежели этот инструмент попадет в полное забвение. Если вы хотите послушать действительно семиструнников, то послушайте записи Сергея Дмитриевича Орехова, послушайте записи Колпаковых, послушайте записи Канденко, послушайте записи других семиструнных гитаристов. Есть семиструнники и молодые ребята. Артур Хатьян из Москвы или, скажем, дуэт «Русские гитары». Они действительно семиструнники с пеленок. Мне лично очень нравится манера игры и игра «Самородка». Для меня он чем-то напоминает русского второго Орехова. Это многоуважаемый Олег Иванов. Привет, Олег. Он на самом деле уникум на семиструнной гитаре. Я всем советую найти его канал. Он есть в YouTube. И наслаждаться его обработками и его игрой. Потому что это действительно человек, который знает семиструнку с пеленок. И который знает все феньки и фишки на ней. Я, как профессионал, снимаю шапку перед такими людьми. Потому что это действительно носители этого этноса, носители этой семиструнной культуры. И у них нам есть чему поучиться. А так я вам всем, шестиструнникам, которые пытаются стать немножко похожими на семиструнников. Желаю удачи, терпения. И держите ушки топориком. Слушайте много этой музыки. Благо ее существует в избытке сейчас в интернете. И пропагандируйте семиструнную гитару. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин